Мы с одногруппниками на уроке химии перед тем, как смешать воду с содой. Правильно, если не знаешь химию, то хотя бы соблюдай технику безопасности. Ну, на всякий случай. Чёртов гений косплея. Кто пишет, он сыграл Эмберхёрд лучше, чем сама Эмберхёрд. Разработчики игр, когда тратят 12 часов на анимацию кат-сцены, прекрасно зная, что 90% игроков просто её пропустят. Не знаю, я не пропускаю кат-сцены, мне нравится, наоборот, интересненько. Мне платят за то, чтобы я трубы прокладывал, а не тяжести таскал. Приемлемо. Я в седьмом классе. Я сейчас. На секунду я подумал, что акулу слева казнят, а акулу справа успокаивают. Кто пишет, я и сейчас так думаю. Ну да, это так и выглядит. Нам нужно больше информации об этой картинке. Сколько нужно заряжать колонку? Пока не зарядится. Пон. Блогер, это быстрый и лёгкий рецепт на 15 минут. Моя кухня после этого рецепта. Ну ты можешь хотя бы полчаса не ввязываться во всякие проблемы. Хорошо. Пять минут спустя. Помогите. Учитель по математике. Предположим, у вас есть пять друзей. Я. Чел, который накладывает дорожки со смехом в разных сериалах, фильмах и телешоу. Ха-ха-ха. Вообще жесть. И да, друзья. Всем привет. Меня зовут Алексей Сова. И сегодня у нас снова подборочками масиков. Поехали. Настолько заботливых хозяев я ещё не видел. Кто пишет, они правильно расставили приоритеты. Когда ты начинаешь понимать, что возможно ты взял не собаку, а белого медведя. Ну это может даже и неплохо. Вчера попал в небольшое ДТП, а денег нет. Студент всё-таки. Пришлось подручными материалами фару чинить. Кто пишет, такая фара сейчас на вес золота. Ну ты б хоть этикетку снял. Вышел выгулять собаку, чтобы она выгулила свою собаку. Паровозик какой-то получился. Я посмотрел фильм ужасов. Мой мозг, когда я собираюсь спать. Вы не можете уснуть, пока рядом есть монстры. Пингвин может толкнуть другого пингвина в воду, чтобы проверить, безопасно ли в этом месте и нет ли в нём хищников. Пингвины. Сегодня я спас жизнь. Себе. С ближним нужно делиться. Мой пятиступенчатый план на жизнь. Первое, окончить универ. Второе, третье, четвёртое. Пятое, быть нереально успешным. Мы будем следить за твоими успехами. Это Дарк Соулс. Погибните в первый раз. 6% игроков, 94% игроков. В смысле, а можно пройти Дарк Соулс и ни разу не погибнуть? Не верю. Почему этот кролик надел рюкзак? Куда он отправляется? Что у него в рюкзаке? Это его первый день в школе. Пожелай ему удачи. Тот самый простой аккорд для начинающих. Консоль с водяным охлаждением. Ну, эта бутылка будет нагреваться, лёд будет таять, образовываться конденсат, и ты зальёшь нахрен свою консоль. Так что не советую. Лучше вентилятор рядом поставь и направь на неё. Я достаю телефон во время семейного праздника. Маленькие племянники в радиусе 10 километров. Ого, сколько у тебя племянников. Офисные работники. Тьфу, сегодня была такая жара, даже кондёры не спасали. Сварщики. Да что ты говоришь? Десятилетняя я на базаре стою на картонке за занавеской, примеряя джинсы. Продавщица с зеркалом в руках. Ты львица, красотка, ты по натуре победительница и королева. Челябинские гитары настолько суровы. Не думал я, что когда-нибудь увижу гуся в рюкзаке. Кто пишет, это какое-то такси для животных? Это свежая доставка. Еды. Жена работает швеёй, и она сделала джинсы для нашей черепахи. Кто пишет, мне кажется, она в шоке. А с чего вы решили, что у черепахи пояс находится там, а не пониже? Я думал, что получил штраф, но потом вспомнил, что живу в хорошем районе. Хорошая тачка. При заправке до полного бака, мойка авто бесплатна. Люди, которые играют в старые игры, несмотря на плохую графику. Уже два дня не ест, может заболел. А ты ему пробовал гайки насыпать там, болты какие-нибудь? Бабушка приехала пожить на выходные к нам в гости. Ну вот, теперь у тебя нормальный стол, не то что было. Сейчас пришёл спам на телефон. Чёрная икра от производителя. Кто-нибудь заберите телефон у осетра. Алё? Да, да. Осётр, да. Вопрос. Можно ли одежду, которую нужно стирать при 30 градусах, сушить на балконе, где 40? Кто пишет, можно, если балкон не сильно накренился. Смотря в каком количестве употребить 40 градусов, можно неплохо так накрениться. Я играю в какую-то игру и проигрываю на одном и том же месте. Так же я. Да кто придумал эту игру? Как тебе такое импортозамещение, Илон Маск? Бюджетная газонная косилка. Кто пишет, здорово. А если бобров туда напихать, то и лес валить можно. А если кротов, то и погреба рыть. Неплохая такая газонная косилка, но только очень медленно. Советую добавить в неё зайчих сил. Или кроликовых сил как-то. Учитель. Материю нельзя ни создать, ни уничтожить. Я с восьмилетним стажем Майнкрафта. Пришли мы, значит, в зоопарк как-то. Кто пишет, какие-то тигрята сегодня странные. Тот самый вкус лета, который невозможно забыть. Лайфхак. Чтобы продолжить лето, наберите этих красавцев в морозилку и зимой наслаждайтесь этим прекрасным вкусом. Пятилетний я пожимаю отцу руку. Отец в шутку. О, больно. Пятилетний я. Да, я машина. Абсолютно никто. Мой голодный желудок, когда все резко замолчали. Суету навести охота. Моя девушка. Хочу в лучший ресторан, где шеф-повар будет готовить еду прямо у нас на глазах. Я. Без проблем. Решил построить загородный дом. Большой, трехэтажный. Приехал проверить стройку, а мне тут вместо лестниц горки понаделали. Кто пишет за то, как быстро ты сможешь спускаться. Кто-то оставляет ответы в учебнике. Человек, который пользуется им после него. Благодарю. Кормление гусей. В смысле не ромашки? Это гадание на гусях. Любит, не любит, клюнет, поцелует, за зад ущипнет, крылом обмахнет. Работаю на железной дороге. Контролирую процесс ремонта и строительства на ЖД путях. Бригаде сегодня попадет. Кто пишет, поезда научились прыгать что ли? Ну, горе строители, вот вы не видите, да, куда вы строите? Хочешь приехать? Никого нет дома. Буду через несколько минут. Ок. Я здесь, где ты? Я же сказал, никого нет дома. Помните, нам говорили, что планета круглая, все дела. Так вот, врут. Я сам убедился. Кто пишет, только не показывайте астрономам в школе, они же с ума сойдут. За что тебя уволили из дельфинария? Щупала кальмара. Щупала кальмара. Золотые щупала, тушу мою радуют. Владимирский кальмар, угарь северный. Этапом из морей тентаклей немерено. Лежит на сердце тяжкий щуп. Никто. Домашние растения в рандомный момент времени. По личным соображениям я решил скончаться. Ну так поливать их надо. Препод. Я, конечно, не художник. Его рисунок. Продавцы NFT, когда открывают для себя кнопку сохранить изображение как? Когда ты используешь неверную формулу, но получаешь верный ответ. Когда вкачал силу на максимум, а интеллект не вкачивал. Кубок за лучшие 3D произведения на фестивале Мела. Кто пишет, такого еще не видал. Это же надо, чтобы акула так рисовать умела. Чел, как живой. Я пытаюсь пройти в универ без студенческого. Охранники, которые знают меня уже три года. Ты кто такой? Я в институте. Наконец-то. Приду домой, отдохну от математики. Я дома. Секретный ингредиент. Так, шеф-повара нам показали. А где секретный ингредиент? Не понял. Кинотеатры существуют. Чуваки в первом ряду. Когда пришел домой из шахты и кинул все добытое в печь. Кайфы. Увидел на улице машину друга. Он у меня слесарь. Кто пишет, будем надеяться, что поможет. Да, заживет. Мой телефон. Миллион скринов, которыми я не пользуюсь. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и смотрите другие мои видосы. Не забывайте переходить по ссылочке в описании на наш сайт memosk.ru, регистрироваться там и присылать свои мемасы. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, на паблик memosk вконтакте, и читайте нашу соленую книгу, которая называется «Привет, мир». Книга в жанре фантастика, про искусственный интеллект и доступна во всех книжных магазинах. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»